Всем привет! В эфире мировые новости в студии Ксения Петренко. Сегодня я подготовила для вас обзор самых актуальных событий из разных уголков России и мира. В начале коротко о главных темах этого дня. Массовые аресты членов преступных группировок прошли в Сальвадоре. Какие еще итоги режима ЧС из-за роста числа убийств подвели местные власти? Крупный финансовый центр Китая, Шанхай, превратился в город-призрак. Всему виной объявлены властями жесткие локдауны за новой волны коронавируса. Как долго продлятся ограничительные меры? Хотя засуха повлияла на всех, но влияние разное. Мы бежали из региона под названием Габи. Мы потеряли наш скот, но, слава богу, мы переехали сюда, и теперь дети чувствуют себя хорошо. Засуха на африканском континенте привела к острой нехватке продовольствия. Сколько потенциальных жертв голода подсчитали эксперты. Столкновения с полицейскими в мечети в Иерусалиме привели к серьезным последствиям. Полторы сотни раненых и крупный скандал. Подробности в следующей рубрике. Больше 150 человек ранены в результате столкновения между израильской полицией и палестинцами у мечети Алякса в Иерусалиме. Третьей по значимости святыни ислама. По данным зарубежных СМИ, израильские силы безопасности вошли в комплекс мечети Алякса перед рассветом, когда тысячи палестинцев собрались на вторую пятничную молитву Рамадана. В итоге произошли столкновения, что и стало причиной массовых арестов, задержаний и травм. Напомню, что на протяжении нескольких недель в Израиле отмечается неслыханный рост насилия. Произошло несколько терактов, жертвами которых стали полтора десятка человек. Ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за эти акты, причастны к которым палестинцы. Тем временем в Сальвадоре, где ввели режим ЧС из-за массовых убийств, за три недели арестовали больше 12 тысяч человек. Это самая масштабная антикриминальная кампания в истории. Венцом всей операции стал арест 466 боевиков в минувшую пятницу. Напомню, в конце марта законодательная ассамблея Сальвадора по просьбе президента одобрила введение режима чрезвычайного положения в стране на фоне резкого роста преступности. К примеру, местная криминальная группировка за день убила больше 60 человек, как мирных жителей, так и конкурентов из других организованных преступных групп. А теперь о другом невиданном убийце. Один из самых крупных городов Китая, Шанхай, в жестком локдауне из-за новой волны коронавируса. Как живут люди в условиях политики нулевой терпимости к этому опасному заболеванию, расскажут мои коллеги. Крупнейший финансовый центр Китая, Шанхай, теперь больше похож на город-призрак. Миллионам его жителей приходится сидеть дома из-за самого масштабного для страны карантина. Полиция предупреждает, что все, кто нарушит правила локдауна, будут жёстко наказаны. В городе проживает около 25 миллионов человек. И каждый день здесь регистрируют тысячи новых случаев COVID-19. Теперь центральные власти требуют от него быстро сдержать волну. Общая политика в отношении коронавируса в стране звучит как ноль терпимости. Поэтому миллионы людей оказались в заперти дома, не имея возможности купить ни продукты, ни предметы первой необходимости. Одновременно в городе выросли цены на еду. Даже если удастся заказать доставку, что сейчас сделать крайне проблематично, не у всех есть средства, чтобы её оплатить. Машины на дороге тоже выезжать не могут. Исключение сделали только для тех, кто участвует в работе по профилактике эпидемий или перевозит людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Строгий шанхайский локдаун уже сказался на мировой экономике. Он также больно ударит по ВВП самого Китая. Аналитики предупреждают, что он не только наносит ущерб туризму и гостиничному бизнесу, но и влияет на цепочки поставок в разных секторах. Особенно если учесть, что Шанхай – крупнейший в мире морской порт. Как снизить стоимость электричества? Оказывается, есть вполне себе рабочий план. В Великобритании местные жители объединяются в сообществах, в складчину покупают спецоборудование и вырабатывают энергию. Все подробности далее в сюжете. Клиенты берут цены за электроэнергию в свои руки. В Великобритании разрабатывают схемы по выработке энергии для небольших сообществ. Почти 350 местных британских советов поддержали изменения в законодательстве, чтобы упростить продажу электроэнергии местным энергетическим компаниям. Эта ветряная турбина полностью принадлежит клиентам. «Турбину уже достроили. Она вырабатывает электричество. Я тоже вложился, заплатил около 1300 долларов. В год это сократит мне расходы на электроэнергию примерно на 130 долларов». Эксперты говорят, что местная энергетика может перерасти в более широкое потребительское движение. «Я думаю, что пришло время, когда нам не нужно, чтобы наши энергетические активы принадлежали крупным компаниям. Потребители также могут участвовать в этом процессе». Эти крыши оценивают на пригодность для солнечных панелей. Эксперты говорят, что не всегда обоснованно устанавливать максимальное их число. «Любая избыточная генерация уходит в сеть, от которой мы получаем очень небольшую прибыль. Если бы мы могли продавать эту электроэнергию на местном уровне по цене выше рыночной, то мы могли бы использовать здания с очень большими крышами». А здесь электричество вырабатывает этот поток. «Вода поступает через меньшие трубы, благодаря которым энергию вырабатывает основная турбина». Клиенты говорят, что благодаря таким проектам могут сократить стоимость электричества. Несколько дней потребовалось спасателям, чтобы хотя бы частично ликвидировать последствия мощного тайфуна на Филиппинах. Жертвами стихии встали больше 50 человек, но есть и пропавшие без вести, за счет которых список погибших может существенно вырасти. Тайфун Мэгги принес хаос и разрушение на Филиппины. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В провинциях Восточного и Южного побережья начались наводнения и сошли оползни. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Власти пытаются доставить им гуманитарную помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы. Стихия унесла жизни 56 человек. Еще десятки числятся пропавшими без вести. Около 200 человек получили телесные повреждения. Больше всего жертв в городе Бэйбэй. «Надеюсь, он будет с нами хотя бы в наших снах. Очень его люблю». В целом, из-за тайфуна вынужденными переселенцами здесь стали более 42 тысяч человек. Мэгги обрушился на архипелаг в выходные. Это первый для Филиппин тропический циклон в этом году. К настоящему времени непогода утихла. Напомним, в конце декабря страна сильно пострадала от тайфуна Рай. Ежегодно на Филиппины приходит в среднем около 20 тропических штормов. Почти 350 миллионов африканцев на грани жизни и смерти из-за голода. Им попросту не хватает продовольствия. И из-за наступившей засухи ситуация может еще больше усугубиться и привести к реальным многомиллионным жертвам. Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает, что засуха на африканском роге может стать сильнейшей за последнее десятилетие. Природное бедствие уже начало уничтожать домашний скот, выжигать землю и заставлять людей массово перемещаться. Этот лагерь под названием «Хигла» как раз для таких переселенцев. Его разбили в одном из регионов Эфиопии. «Хотя засуха повлияла на всех, но влияние разное. Мы бежали из региона под названием Габи. Мы потеряли наш скот, но, слава богу, мы переехали сюда, и теперь дети чувствуют себя хорошо». Около 346 миллионов человек в Африке, по данным ЮНИСЕФ, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. В прошлом году эта цифра составляла около 286 миллионов. «Эта засуха самая сильная за последние 20 лет. Это затронуло всё общество, особенно в возрасте до 5 лет. Очень много детей недоедает, больше, чем было 6 месяцев назад. Количество госпитализаций увеличилось». Представитель ЮНИСЕФ говорит, что засуха угрожает нескольким странам. «К сожалению, мы сталкиваемся с такой же ситуацией во всём африканском роге. Это Эфиопия, Сомали, северная часть Кении. Мы говорим о 20 миллионах человек, которым угрожает отсутствие продовольствия». Масло в огонь подливают вооружённые конфликты в Эфиопии и Сомали. Так, в Эфиопском теграе он длится уже два года, влияя на этот и соседние регионы. И напоследок. Пианист-виртуоз сыграл мини-концерт на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. На высоте, как признался музыкант, играть было довольно трудно, воздуха не хватает. Как всё прошло, расскажут мои коллеги. Концерт среди заснеженных альпийских вершин. Китайский пианист Лан Лан сыграл классические произведения на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Для выступления выбрал перевал в Бернских Альпах в Швейцарии. Здесь же находится самая высокогорная железнодорожная станция Европы. Концерт длился 8 минут. Пианист исполнил три композиции, включая китайскую. Говорит, что впервые выступает в такой обстановке. «Сердце бьётся немного чаще, но мне очень понравилось. Чувствую себя прекрасно, и особых трудностей не было». Лан Лану считают пианистом-виртуозом. Он родился в Китае в 1982 году. В два года услышал в мультфильме «Том и Джерри» венгерскую рапсодию Фернса Листа. После этого увлёкся музыкой. Учиться начал в три года, а уже в пять занял первое место на фортепианном конкурсе в Шиньяне. В 1997 вместе с родителями эмигрировал в США. Пианист создал Международный музыкальный фонд «Лан Лана». Его цель – популяризовать классическую музыку в мире. Особое внимание уделяется обучению юных музыкантов. На этом у меня на сегодня всё. Следите за обновлениями в наших социальных сетях, YouTube и Telegram-каналах. Там есть много интересного адреса и ссылки на ваших экранах. Ну а я, Ксения Петренко, прощаюсь с вами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!